Здравствуй, я инженер из DataRobot. Сразу буду говорить о таком ключе, что в принципе до DataRobot я не работал с Data Science, с Machine Learning и в принципе не знаю особо об этой области. Что бы хотелось поговорить. Я думаю, что возможно мало тоже кто знает и понимает, что такое Data Science и для чего он вообще нужен, какие юс-кейсы может решать эта наука, эта область. Все остальное. И если я зайду на Википедию, то посмотрите, что такое Data Science и Predictive Modeling, Predictive Analytics. Это смеси с математического анализа и еще кучей всяких важных научных штук. Решательные вопросы просто от нереальной количества отрасли. И ты как бы думаешь, что классно все это решает, но как я могу это применить у себя на проекте, на своем, у себя в компании. И как я могу излечить этого выгоду. И в принципе у нас для Data Robot сделали не соревнование, а голосование. То есть, ребята, попробуйте применить свой же Data Robot для себя. Пойдя на тусый кодик, у нас там есть какие-то ученые, которые занимаются конкретно математикой и всем остальным. А как этим пользоваться, исключая там какие-то корпорации, либо финансовые вещи, никто особо не знает. И в итоге мы вдумались до такого очень простого, на мой взгляд, юзкейса. То есть, где можно использовать Data Science и использовать вообще такие прогностические функции. В общем, юзкейс очень простой. Мы решили запулить все фиши с нашей джиле. Мы, в принципе, хотим потом пулить с любой другой джиле тоже. И у нас будет на вход подаваться, кто создал фишью, какой тайм, description там маленький. Кто это решил и когда она была создана и когда она была, собственно, закрыта. А хотели бы получить модель, которая будет нам строить предсказание, когда новое ищество создаешь. Она будет тебе оставить веб-блочке, сколько времени ты на нее потратишь. То есть, в этом юзкейсе, я считаю, вся красота, что такое Data Science, что такое математические предсказания. То есть, ты подаешь на вход данные, Data Robot это либо любой другой как-то отрабатывает, обрабатывает. Если общаться как с черными очками. И выдает тебе модель, которая может в ходе через предикт, оно тебе будет давать данные уже актуальные. В итоге это вылилось даже в какой-то... In this case. Так. Так. Это приложение, которое было закуплено за рекордное количество времени. Типа 3 часа. Или типа того. Это excuses. Оно будет... Это конкретно приложение, которое здесь в базе данных. Мы запулили все таски со Spark. Это по сути там единственные открытые джири, которые можно найти этого патча. Вот. Они все джиры ищут. Они все джиры положили в открытый доступ. Можете... Можно их там подкулить. И... Ну, все понятно. Таблица с вещами. И... Пробуем построить модель. Модель. И пока она будет строиться, она, возможно, может там сломаться потихоньку, потому что протоколы работают слабенько. Я покажу мод и... Ну, вернее... То, к чему мы хотим... То, к чему стремится этот робот. И то, что мы скоро будем релизировать. В общем, на самом деле это скрытая тока. Можешь уверить? Да. Ладно, вылечить. Сейчас. Да, то есть... Конкретный флоу как работает... То есть будет... Будучим у нас там через два часа месяца мы будем релизировать наш... Есть key python, который будет работать конкретно этот робот. И... Выглядит код будет примерно так. То есть... Есть проект... Тут, правда, вот... Сейчас сначала похоже, как создается проект вообще. То есть... Мы хотели это сделать максимально просто в две строчки. То есть... Никто не знает, какие модели могут быть там. Какие... Gradient boost decision trees. То есть... Вам нужно быть data scientist для того, чтобы получить модель. То есть... В этом вся суть этого робота. И... Так... Какая-то там функция есть. Вот. То есть, по сути, вот эта функция будет стартовать ваш проект. То есть вы указываете... Dataset. Ну... Cc file. Сластик data. Там... Еще что-то. Можете там через ссылку указать. Не важно, в принципе. В будущем возможно там у вас будет в ходу. В хранилищном приеме. Надо включать через это. То есть... От той команды вы создаете проект, в который вы указываете только Dataset и Target. То есть Target column. Колумны, собственно, которые нужно будет потом преддиктить. После того, как вы получили этот проект. То есть он будет возвращать объект проекта. Как вы делаете... Вот такое. Вы действите модели. Которые... Dataset робот сам построил. И... Ведете... Да... Последние пять. И вот этот робот построил вот эти. То есть... Есть такой... Алгоритм оценки моделей. И... Посмотрите, этот робот возвращает... По... По ордеру. То есть в самую лучшую. В начале. И в самую плохую. В конце. Вот. То есть мы берем самую лучшую. Очевидно. И потом... Делаем... Другую. Другой вызов. Model predict. С уже... Другим датасетом. В котором... Latacal отсутствует. Ну то есть то, что нам нужно получить. Кратце. Все. Сейчас попробую посмотреть на результат. Да. Да. У нас есть какой-то ликшер с накутомкой. Это где-то не работает. Сделаем. Сделать ее. Сейчас попробую вот. На другом проект. Или попробуем на этом. Т.е. Вот здесь уже вычисленная. Вычисленная колонка. Дат. Полученная до второго проекта. Буквально. Такую. Не знаю. Почти назад. Идут пока. Реакция я сбыл. Чексон вайдейшен ненавможенную задачу. Дело в том, что меня очень как бы озадачили эти prediction данные. Мне кажется, что что-то я воткнотал с инку там писал там. Потому что... То есть, predicted days to resolve 289b. Ну это реально очень много. То есть, либо я там где-то запятую поставил. Ну что-то как-то... Что-то пошло не так. Ну, есть другие проекты, но... Я их уже заеразил. То есть, predicted days. Вот. И... Кроме того, там есть еще на... На этапе... Так сказать, сборки... Да и там... Есть столько идей, данных. То есть, обработка данных. И... То есть там уже не prediction модель. А... Мы просто смотрим статистику. И... Самое интересное, что... О... Да. То... Что... Issue type... Вообще практически... Ну... Он, конечно, коррелирует с тем, как вы делаете. Но... Он вообще не важен. По сути. Вот почему-то. Самое важное, это кто открыл и на кого засадили. Такие. Вот это самое важное. Ну и там, опять-таки, можно отблейбить людей. То есть, там строятся такие красивые графики. Можно построить тоже, что... Типа... Вот у человека засадили. У него вот такое количество багов. А время выполнения, ну как бы, отожидаемого. У него постоянно выше. А... А если бы вы этого не пользуетесь? Да, вот именно просто. Если бы... Были бы... Это вообще... Это скипер. Это... Это... Это скипер. Ну да, я понимаю. Если... Приобучили... А потом в конце, в пятницу создают ее и сразу закрывают. Класс. Спасибо. Ну... И время оставил. Восемь часов поработал. Ну да. И все. Ну то есть, так не работает. Вот. Кроме того, есть еще куча данных, которые мы не учитываем в этом эскейсе. Потому что... Ну это тоже тяжеловато. По-другому нужно ходить. Когда, допустим... Бывает же такое, что... Таска была переостанена по четыре раза. Человек. Потом она могла быть закрыта. Потом опять открыта в связи с тестами. И потом опять закрыта. И вот этот вот data flow, который с таской происходит, мы не видим вообще. У нас таск открыт, закрыт. Все. Между этим... Естественно, модель будет точнее. Чем больше данных, чем больше сенсоров, модель будет точнее. Но в данном эскейсе...